В Самаре для автобуса номер 38 изменили схему движения из-за реконструкции теплотрассы. Транспорт будет ходить по Нововокзальной и Вольской без заезда на улицу Александра Матросова. Изменения действуют в оба направления движения. В Самарской библиотеке номер 11 для детей провели мастер-класс по изготовлению матрешки из бумаги. Участникам встречи рассказали об истории возникновения известной русской игрушки, о ее значении в культуре и искусстве страны. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. По просьбе самарцев поручил предоставить помещение в физкультурно-спортивном комплексе «Грация» для тренировок детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптивным кикбоксингу и тхаквандо. Губернатор отметил, что в бюджет заложили 100 миллионов рублей для развития спорта детей с ограниченными возможностями здоровья. В Самарской области с 12 июля ограничат движение для автомобилей общей массой свыше 3,5 тонн на участке трассы М5 «Урал» от Цизрани до Тольятти. Это связано с увеличившейся загрузкой дороги. Ограничение продлится до 1 сентября. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении атамана Волжского войскового казачьего общества. Пост занял Константин Давидьян. С 2022 года он был заместителем войскового атамана по боевой подготовке. Правительство России внесло в Госдуму поправки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы. В числе нововведений, преференции для IT-отрасли, появление туристического налога, уточнение в части НДФЛ и изменения в уплате госпошлин. Свыше 116 тысяч выпускников страны решили пересдать один предмет ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля. Больше всего желающих пересдать общество знания, информатику, русский язык, химию, профильную математику и биологию. В жаркую погоду лучше не утолять жажду сладкой газировкой. Такие напитки дают дополнительную нагрузку на организм из-за большого содержания сахара. Под запретом в жару употребления алкоголя врачи советуют включить в меню больше овощей, зелени, фруктов и ягод.